господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешен номер 713 события дня евреям послание апостола павла 9 27 человеком положено однажды умереть а потом суд за 25 ноября 2017 года вот есть такой ролик боль православной души по-русски прямо можно написать стихотворение хорошее рассказывать шестилетняя девочка анастасия рустам игнатий тихоныч мир вам я по вашему наставлению начал общения с сергеем игнатовым из города угледара донецкая область тема повестки дня создание взрослых воскресных школ и в дальнейшем создание общины по макету вашей у нас днр видимо донецкая народная республика сергей игнатов написал в свое время письмо высшее руководство упц украинской православной церкви донецкой епархии с ходатайством обличением о создании библиотеки при приходе чтение жития святых псалмов просветительной работы и евангелизации сергей игнатов отвечает направляю для сведения мое обращение к нашему настоятелю прихода и фото занятий по изучению святых писаний до которых не только нашим прихожанам было безрожища но и самому священнику наших прихожан ничто не интересует сверх того что сводится к литургии на занятия приходила когда они были пять шесть человек люди полюбили больше тьму чем свет мое личное мнение по этому вопросу следовало вести очень тонкие маневры находить священников более человечных и работать с ними напрямую естественно помолившись богу так как такие заявки как это прямо к руководству то не только отсекаются в наше время но и берутся во внимание под контроль что сектантские замашки библии изучать будьте мудры как змеи и просто как голуби матфея 10 16 я человек очень упорный и ревностный по богу поэтому я долгое время подходил с вопросами по общине и взрослой воскресной школе практически каждому священнику нашего свято-георгиевского собора города макавеевка макеевка днр по нескольку раз даже не молился за это так как физически был очень слаб и все было фрагментарно с перебоями я просто вышел на вас этот вопрос был таким образом решен через некоторое время все получилось само собой если бог даст когда я приведу в полный физиологический тонус мой организм мне хотелось бы выполнить ваше наставление создать общину у нас днр по макету общины в городе барнауре и поселке потеряевка российской федерации довожу до вашего сведения что до недавнего времени были созданы взрослые воскресные школы у нас в соборе и в храме кирилла и мефодия куда перевели моего священника и далее это шахматная партия должна развиваться таким образом через отличное общение со священником и плата десятины богу через него он в свою очередь дает добро на проведение мною катехизации по моему намерению по вашим книгам взрослой воскресной школы которая уже вступила в силу далее обстоит вопрос кадровой политики подлинно верующих прихожан с которыми в свою очередь и надо начинать создавать общину москва не сразу строилась дмитрий лемеш игнатий тихоныч приветствую вас мир вашему дому на ю тубе наткнулся на один интересующий канал посвященной математике а конкретно теории чисел я знаю вы неравнодушны к этой теме поэтому посмотрите вместе с братьями ну и показывает ролик на канале много роликов какая же в мире премудрость во всем даже в числах в том же числе пи и и гораздо больше чем современных компьютерных технологиях просто в голове не умещается это как же так все усмотреть и предусмотреть при создании мира даже на уровне каких-то сифирик посмотрели мы нам никому это не надо время тратится зачем это нужно мертвых это мертвое занятие да везде мудрость одним словом одним предложением а там говорит какой-то мальчишкой не надо нам этом владимир харин мир вам у нас петрозаводске открылась выставка ярмарка называется от покаяния до воскресения россии это при новом метрополите как понимать этот призыв или папы совсем с ума сошли с уважением к вашим трудам и вашей стойкости в правде божией юрий соболев это свежая публикация журнале живом кураева трансляция собора он прислал у меня не открывается я говорю ничего нет куда-то до пояснил было бы интересно но ее не будет было бы она интересная трансляция собора не будет хотя что там секретно может обсуждать про церковный бюджет даже епископом патриарх всей правда не скажет а что прятать в остальных темах но хорошо пусть не будет трансляции с того заседания на котором будут обсуждать типовой устав монастырей а он кстати нанесет смертельную травму монашеству ибо понудит монахов исповедоваться начальству назначенному епископом но потом эти четыреста монахов с панагеями то есть епископы начнут обсуждать темы чужих браков почему эта дискуссия о венчаниях и разводах должна проходить в тайне от тех кого она касается но я знаю аргумент против телетрансляции собора слишком много будет скучающих и спящих лиц как в думе государства сидят спят еще 800 тысяч в месяц слишком очевидно будет манипуляция ходом дискуссии со стороны президиума собора великая тайна и чудо церковной власти будут профанированы благочестивый телезритель которому в итоге сообщат будто изволяется духу святому и нам в недоумении спросит вас-то я видел и слышал а вот духа святого не заметил изволиться духу святому и нам эту фразу взяли от апостолов то ну смешно даже юрий соболев когда мы смотрим на видимое и на невидимое второе коринфянам 418 за 8 ноября хвала и благодарение господа христу то есть он ролик сильно понравился ему беседа там с одним 50 ником удивительное свидетельство я дальше ставлю стихотворение на него отзывы пошли посылаем всем массово послать не знаю как не знаю как в скайпе это делать и как моем мире там все это замазали теперь исход 23 4 если найдешь вала врага твоего или осла его заблудившегося приведи его к нему если увидишь осла врага твоего упавшим под ношую своею то не оставляй его разбьющий вместе с ним нас признают нередко и враги грызущие наш статус устоялый когда же вкусят наши пироги на тех кусках притупится их жало двенадцать полных древних коробов с несъеденным добром не потеряешь при разговоре защиты в бровь и даже в глаз вперяющий в нас палец враг голоден на чуждо и не сыт он так и ищет добрую закуску не пожалей смирись и щедростью отсыпь миришь и к сердцу осветить допустит душа и тело даже у врагов теснейшим образом соединены плотно учти сие меню и скоро приготовь им тоже хочется досыта лопать через желудок сердцу про тропи дорогу в стан политики враждебной и нарисуешь лучшую из всех картин девятый вал с надеждою на гребни до сердца до души вход через рот голодная злость сосет под языком несите хлеба лави поперек вулкан потухнет в горле встанет ком но если даже не смягчится враг бывает нелюдей выродки от роде там на суде окажешься ты прав к тому писание нас истово подводит стакан воды в пылающее жерло с молитвой лаской в слове и в глазах и ненависть в ответ нас не просверлит на эту миссию спаситель всех призвал теория с благословением божьим ждет практикантов из пожарной части в руках господних на обуздание вожжи гнев разъяренных добротой погасим 11 октября 2007 года итак если враг твой голоде накорми его если жаждет напой его ибо делая сие ты соберешь ему на голову горящие уголь я риминам 12-20 евтушенко сергей еще один момент интересный я привожу на память так что не судите строго к одному ави забежал человек когда за ним гнались люди чтобы наказать его люди зашли к лапе и спросили видел ли он того за кем они гнались а он сказал нет то есть он солгал вопрос он согрешил да но милость которую он оказал человеку покрывает это так вроде бы говорил игнатий технич лапкин это они по skype между собой там где занятия идут я никогда не вмешиваюсь но тут касается меня я встрял тогда вовсе даже и не так он показал ему на вешалку за дверью и тот прикрылся висящая одежда и когда открыли дверь она тоже его прикрыла хозяин же сказал я вам ничего не скажу заходите и смотрите сами знаю человека как верующего они наспех для галочки заглянули никакого обыска не было никто не солгал и спасена была душа то никогда и нигде не солгать чтобы не потерять бога истинного ибо всякая ложь от дьявола он отец лжи самой великой и самой малюсенькой понимаете как все требует подтверждение что бог так просит а вот она первая на 5 17 всякая неправда есть грех всякая но есть грех и не к смерти доктор мартан цен в книге о христианской нравственности описывает случай когда женщина в тяжких родах родила младенца когда и было уже 50 с лишним лет ребенок был мертвым состояние роженицы было весьма плохое критическое он пост она постоянно шептала ребенок жив загорелся спор говорить ли есть что ребенок не живой и верующий сказал что сказать только так как есть если она умрет правда убила ее то да будет так в всех святых таких как об анастасии у зарешительницы и адриана и натальи говорится что они постоянно пользовались подкупом стражи и или выкупали узников или получали разрешение увидеть их даже остригали волосы под видом мужчин проникали к ним в узилище и церковь никогда за это не осуждала выкупали тела убиенных сколько весит отсеченная голова столько нужно было добыть золото в житии святого пантелеимона говорится что он отсутствовал в училище но медицинское и дома отсутствовал то в училище не было и дома не было и находился при присвитере ермолая но отцу сказал что был трудный урок как лечить он действительно только по-христиански а учитель сказал что осматривал владения отца как наследство и лжи в этом не было аллегория допускается в местной тюрьме сизо 17 дробь 1 была охранница в 1986 году когда я там находился ее звали заключенные за ее непримиримую неподкупную строгость и дотошность в обысках эльзой кох надзирательности концлагеря майданек и вот она повела меня на допрос всего несколько слов я сказал ей подарил листик со всеми праздниками и после она со мной говорила когда внешний друг и никогда не обыскивала после допроса следователем и приносил проносил я в камеру и чеснок и мед с орехами от сердца слово божие молитва разрешает неразрешимой без всякой лжи евтушенко сергей может закон ветхого завета был дан израилю теперь возвысился и он дан церкви церковный закон нарушать нельзя а мирской ради христа можно я отвечаю закон мира можно нарушать в том случае если это не вредит никому не противоречит святой библии в юного заветном святоотеческом толковании деяния 4 19 но петр и ян сказали им в ответ судите справедливо ли перед богом слушать вас более нежели бога они запрещали им свидетельствовать ривка ревека ра в блуднице также присоединила неправду к своим словам и тем самым спасла сагридатаев ян златоус об этом пишет о прекрасная ложь о прекрасный обман не предающий божественного но сохраняющий благочестия итак если ра в покаянии удостоилась такого спасения и прославляется устами святых устами иисуса на вина воскресающего в пустыне да жива будет ра в блуднице равно как и павла который говорит верой ра в блуднице не погибло с неверными то не тем ли более получим спасение мы если принесем покаяние это беседе покаяния сергий игнатов мир вам тема правды и лжи описана в библии многократно ложь возведенная женой на иосифа в доме начальника телохранителей привела клеветом на юношу в тюрьму но бог управил так что за этим последовало возвышение иосифа а ложь не имеет оправдания если она вредит душе человека подкуп взятка чужды христианству она разлагает как душу берущего так может повредить и душе дающего если он делает это в духе лукавства например в корыстных целях или для принятия заведомо неправосудного решения исключение может составить лишь оказание помощи и спасение во христе души своего ближнего когда совесть дающего не будет его обречать в нарушении закона божьего в этом вопросе нужна рассудительность нужна и водимость духом святым но этот вопрос возник рахиль пишет дочка считала там солома говорит а что такое единорог я отвечаю единорог а там мифическое животное но более все это подходит по описание к носорогу с одним рогом ну и выставили ролики ну а дальше она про другое животное спрашивает там проще было ответить это там бегемот или что павел альтер и и шалом смотрю ваши ролики и хочу принять водное крещение храм святого апостола петра и праведной тавифы называется православный храм в городе яфа израиль это нормальный храм ну вот события какие суббота братья своя работа тут а я ночью тут с компьютером до 1 вечерняя была батюшка потеряевки тут помолились и опять за это вот сандер и рен сегодня посмотрел который раз уже женщина одна устроилась работать в лагерь концентрационный и две с половиной тысячи детей спасла была там слесарем и в сумку их ложила в багажник там собачка у нее лаяла и заглушала шум если дети там шевелились ну немцы все-таки разоблачили ее переломали руки и ноги но она осталась живая 98 лет жила и ее да еще рассказывают это номинировали на Нобелевскую премию вот но премию говорит получила другая другой человек сейчас я маленько даже могу показать где это есть сообщение это мне кто сбросил Андрей Александров вот она какая выглядит посмотрите женщине которая спасла две с половиной тысячи младенцев она была номинирована на Нобелевскую премию но к сожалению ее получили другие люди это видео не о том что мир безнравственный это видео я записываю для того чтобы показать весь героизм который может в себя вместить человек не так давно в возрасте 98 лет умерла женщина и звали ее Ирена Сандлер во время второй мировой войны Ирена Сандлер получила разрешение на работу в варшавском гетто в качестве сантехника сварщика у нее были на то скрытые мотивы будучи немкой она знала о планах нацистов по поводу евреев на дне сумки для инструментов она стала выносить детей из гетто а в задней части грузовика у нее был мешок для детей постарше там же она возила собаку которую натаскала лаять когда немецкая охрана впускала и выпускала машину через ворота гетто солдаты естественно не хотели связываться с собакой а ее лай прикрывал звуки которые могли издавать дети за время этой деятельности Ирен удалось вынести две с половиной тысячи младенцев ее поймали нацисты избивали ее сломали ей ноги и руки Ирена вела запись всех вынесенных ее детей и хранила она этот список в стеклянной банке который был зарыт под деревом на заднем дворе после войны она попыталась найти всех выживших родителей чтобы воссоединить семьи но она узнала что большинство из них окончила свою жизнь в газовых камерах дети которым она помогла были усыновлены или отправлены в детские дома не так давно Ирена была номинирована на Нобелевскую премию мира но эту премию она не получила это видео как цепочка памяти памяти о 6 миллионах евреев 20 миллионах русских 10 миллионов христиан и 1900 католических священников которые были убиты, расстреляны, изнасилованы, сожжены, заморены голодом и унижены и это послание предназначено 40 миллионам людей и пускай это видео будет примером того как Ирена действительно смогла это сделать она не жалела себя она не думала прежде всего о сохранении своей жизни я думаю что об этом можно задуматься и принять на заметку какие качества в себе надо воспитывать и для чего мы вообще живем, друзья я выражаю свое уважение к польским матерям которые принятили юристы в детях своей родной спасая каждый день их жизни и каждый час они так любили бесить, что по окончанию войны ну понятно вот я показал это скажут а что чужой это ролик то я это не делаю, но тут никак нельзя чтобы не показать ее без слез слушать нельзя вот так Бог делает и осталось память известно о ней есть кому подражать ну надо показать наши ресурсы это мой мир вот это мой мир это моя страница сюда удобно писать и чтобы заходили кому нужно легко найти ну и наш форум вчера он закрытый был непонятно почему но закрытый где скатили взломан он или оказалось ничего этого не было просто предупреждение какое-то связано с компьютером не с форумом ну и на видеоканал православный видеоканал открытым оком во свете библии я ставлю по 10 роликов каждый день вот сейчас много из архивов поднимаю которые их еще не поставлю посмотрите сами фото выставка у нас художник который уже 27 лет 27 лет постоянно знаменитый на международных выставках он такие премии брал Волобоев Александр Павлович и мы так хорошее отношение с ним так и сохранили мы каждый день о нем молимся и вот сегодня я только выставил уже это было вот вот одна вторая третья четвертая пять роликов как он выставку устроил в Алтайском государственном университете ну просто посмотрите да можно было в один ролик соединить но я не умею и ну просто не умею она лежит и отдавать куда-то там так и выставил они небольшие ролики люди любят небольшие ну небольшие а 28 минут даже один а другой 28 минут это большие 17 вот ну и тут у нас есть еще православный библейский сайт книги здесь все вот новый завет с толкованием вот много его просят но все равно кончаются остальные книги-то книги остальные я развозил по всему миру такую миссию верать ли кто когда делал чтобы написать книги у меня 38 в бумажном варианте и начиная от порта находка а живем в Барнавуле от Владивостока и до Лиссабона прошли все страны Европы Скандинавию Прибалтику Север захватили Турцию и везде дарил книги и мы посылали там образовывали склад куда возвращались через неделю и опять вот трудно было но теперь смотрю это как сказка какая то есть невозможно примерно 600 городов посетили больших сел районных 600 экземпляров каждый экземпляр 750 евро ну умножьте на 600 и на сколько там 70 рублей еще в одном евро ну и какие миллионы это идут почти под 50 миллионов получается и все это дарили специально для этого приобрели газель ничего нету и Бог дал сразу помощников некоторые говорят а то вот к вам приносят вы едите приносят и едим трудящийся достоин пропитания в этом сто нет никакого стыда почему потому что мы все отдали туда все до копейки ни рубля нигде нету милостью Божией вернулись мы живы чтобы возвестить вот эту радость и вот мне тут иногда пишут а иногда бывают материалы такие просто хочется опубликовать вот Евтушенко Сергей написал слава Иисусу Христу прочитал ваше сообщение и напишу что я думаю о слове сказанном профессором Семкиным Борисом Васильевичем и о своем отношении к вашим книгам ну это проректор Алтайского государственного технического университета он был на презентации моих книг и что он говорил и сказал что у меня воля и изъявление мое и то что делаю такую гармонию находит заранее прошу не судить строго я человек простой пишу что думаю без лукавства и лицемериям Борис Васильевич отвечает как человек от мира все правильно людей которые находятся в очень глубокой гармонии между внутренним миром и своими словами то есть он обо мне это сказал он говорит а таких людей много это Гитлер очень глубокой гармонии внутренним миром и своими словами не знаю не знаю почему меня интересует эта личность потому когда он увидел все крушится он увидел никакой гармонии нету что он говорил и ничего этого нету а он обольщен был сатаной с несогласен дальше шахиды отдающие свою жизнь за веру в каком они мире могут находиться мне тоже это непонятно какая гармония вот сейчас взорвали они мечети мусульман во время пятничного намаза 250 тысяч человек убили и потом подъехали и расстреливали кто убегал оттуда ну какая тут гармония то может сатана демоны зла вырвались на свободу и дальше создатели сект вербующие миллионы людей от чистого сердца веря в свою правоту вот тут может быть вот здесь да здесь может быть у них тоже гармония по-своему писатели и поэты которые живут и упиваются своими страстями воспевают это в аребных отдых ну не всегда так вот рано или поздно всем которые не по правде придется раскаивать опять напоминаю басни Ивана Андреевича Крылова сочинитель и разбойник то есть писатель нарушает ли гармонию с грехом их совесть я думаю большинства нет Тит послание к Титул Павла 1.15 для чистых все чисто а для оскверненных и неверных нет ничего чистого но осквернены и ум их и совесть и теперь по логике Бориса Васильевича мы должны восхищаться и такими людьми распивая их словесное вино блуда с радостью и восхищением ну тут хватил конечно Евгений по логике никакой тут у него не было логик он и посравнивал поэти писатели там говорил больше там на магнитофон записали и вот они говорят одно а когда встретишься видишь они лукавят они не такие они не такие они обманывают вот сейчас там Харольский поет ходит Симон по горам-то ну и даже борода у него и одеваются женщины без платков а я вижу артисты артисты там собрались где-то вместе они ничего это уже и нету и с галстуками сидят я понимаю что люди от мира смотрят на вас как на феномен Игнатий Лапкин личность неординарная и открытая которая возникла как бы ниоткуда из ниоткуда ее можно потрогать ведь он совсем рядом протяни только руку вы отличаетесь от массы людей разительно это притягивает и даже зачаровывает а если задать вопрос будут ли они восхищаться Игнатием который вырос бы без Бога давайте представим борец с кровавым режимом повстанец сражающийся проливающий кровь за свободу своего отечества вот с красной заразы интеллектуал знающий множество языков человек с яркими лидерскими качествами и даром убеждения тут можно долго продолжать и книги ваши могли бы расходиться уже многотысячными тиражами но они были бы уже не о Боге а те люди которые сейчас воруют ваши книги из библиотек под разными предлогами считали бы за честь оказаться с вами на одной фотографии это действительно так вот про фотографии и иду такой представительный мужчина высокий рост там руссоболосый ну лет 25 прошел мимо около я проходил в краевой администрации и он развернулся назад так остановитесь а я шел кажется один простите меня вы не лапкин я говорю да ой разрешите с вами сфотографироваться ну и какой-то мужчина шел ему фотоаппарат он дал ее в доме нет какая разница и вот были мы около Софийского собора в Киеве там еще какой-то и там паперть высокая у какого-то храма и идет делегация японская о что-то они загаркатали еще не а я никаких один там шел они меня вдруг выскочили а их много шло схватили под руки и затащили прямо на паперть развернули меня и давай фотографируются другие подходят что они там находили вот стою я здесь где-то сейчас несколько внуковском аэропорту уже на посадку и в это время а народу много прям много и рядом со мной епископ стоит русанцев вот ну кто его знает если то представит какой он есть жезл в руке у него представитель и я стою в америку как раз ехал в офицерской рубашки такая светло-зеленая рюкзак на мне и сапоги вот такой как есть и в это время подходят и начинают кажется по-английски что ли разоговорили но я понимаю и разрешите с вами сфотографироваться понимаете вот чисто русский как будто вы из другого века вышли вот а к нему даже никаких он стоит рядом никому не нужен действительно вот это это было в америке я как раз два здания порушили международный там какой там центр торговли то у них которые небоскребы упали там а я наверху там небоскребов был меня туда из синода послали одну девушку она меня привела туда пять долларов заплатили поднялись интересно лифт по пятьдесят человек кверху поднимает с такой скоростью уши закладывает но я только спустился вниз отошел а там пальмы растут подходит такой видно спортивный человек форму одетый полицейский подошел тоже по-английски то на ответил он заулыбался давайте сфотографируемся вот полицейский сфотографируясь он говорит знаете вот я гляжу на вас если это такая Россия Россия будет подниматься а Америка пойдет вниз сам улыбается ну где фотографировали я конечно ни одной фотографии не видел и не получил но фотографировали действительно это так так я могу назвать сколько это и в Москве и где бы не был все люди увидят разрешите сфотографироваться так люди мира сего смотрят на ваши книги на вашу неукротимость на ваши подвиги в борьбе за ваши идеи но они не видят и не слышат главного на мой взгляд что это за идеи ну не знаю а они не хотят видеть того что Игнатий Лапкин умер и родился заново христианин Игнатий Лапкин остался что теперь он живет до истины ради истины и в истине может и так вот о ком я говорил действительно они ничего не знают и стараются положить на ее алтарь все что у него есть что он просто кричит не своим голосом об умирающем русском человеке а тех кто привел его на погибель и о единственном пути спасения для всех это правильно понимает Евгений они считают все это как Романа Шукшина человек хороший да и говорит вроде хорошо и правильно и идут дальше на эшафот по-моему по-моему именно на истину откликается душа ищущая Христа при чтении ваших книг я вчера прочел порядка 150 страниц из серии книг открытым оком которые вы мне выслали Игнатий Тихонович в электронной версии то есть у меня все 30 томов а их 33 33 тома по 752 странице открытым оком все называются я их соединил в один файл и послал и 3467 стихотворений по 9 куплетов я тоже соединил в один файл и послал легко искать CTRL F нажимай запускай слово какое все на ладонь будет уже за это время я увидел какие глубокие проблемы вы затрагиваете и какие нужные идеи и мысли я нашел в них для себя ответы на вопросы простые но очень глубокие и закрепленные истинной Святой Библии а ведь это и нужно нам именно сейчас когда мы обросли таким мхом что крестов не видно мне не нужны пространные рассуждения священников взятые из своих голов о том как нужно жить хотя и они вдохновляют эти священники мне нравятся мне нужен источник воды живой и тот кто поможет мне напиться так популярные сейчас рассказы о чудесах трогают душу и наверное тоже нужны но они не что по сравнению со словом моего бога и ваши книги помогают делать эти глотки живой воды которые так нужны человеку вот это воистину так люди еще не понимают что в моих книгах заложенным вернулся один заключенный и говорит вот попал один том там книги то дают библиотека разносят по камерам то но попала мне в руки именно ваша книга а я по тюрьмам везде дарил я говорит ее три раза прочел том это семьсот пятьдесят две страницы я говорит вышел совсем другой вот дальше когда я прочел евангелие я испытал точно те чувства о которых говорит ян златоуст это невероятная история битвы бога за людей привожу не точно вот я закончил считать эта удивительная история завершилась он ушел из нашего мира и меня объяла грусть и восхищение христом его невероятным избранным народом который все это видел я был потрясен и потерян но потом мне открылось что я и есть часть этой невероятной истории ведь он позвал меня с собой и вписал в эту книгу я понял что там сказано обо мне о человеке сидящем в современном городе в многоэтажном доме в окружении всех достижений нашей цивилизации это невероятно но я чувствовал что я там с ним он подарил мне абсолютно новую жизнь он взял меня безродного и вписал в историю мира и самое главное я понял что он жив он христос со мною рядом я спрашивал его и он отвечал нет не голосом через весь мир бог говорил со мною отовсюду везде на любой вопрос который я задавал он давал ответ как все эти рассказы которые сейчас печатают тоннами могут заменить слово бога как проповеди о мире могут привести ко христу почему люди судят все по своим похотям и своему разумению а не по слову бога да и на эти вопросы уже даны ответы в святой библии бог меня привел к вам и показал ваши труды в которых и говорилось о боге а не о переживаниях людей которые всматриваются в тени а света видеть не хотят насчет ваших стихов я в силу своего развития в кавычках то есть своих взглядов на жизнь поэзию вообще не воспринимаю то есть вообще не воспринимают ваши стихи мне кажется немного топорными уж простите если что не так я вообще сам человек как тот топор который вы разбили от дерева так что не претендую на объективность но меня они как водоворот затягивают эти стихи чем больше я их считаю тем больше чувствую что они пронизаны словом очень обидно конечно что я из-за своего скудного ума не могу запоминать божественное писание и в полной мере понимать ваше творчество я думаю после моей смерти стихами отдельно будут заниматься в них такая экстраполяция заложен перенос во временные эпохи и конечно каждому человеку все занятия по святой библии я смотрю на вашем видеоканале а добавился к Сергею Пупкову для того чтобы не потерять контакты если с каналом что-то случится к тому же в ютубе очень удобно останавливать запись видимо оставлять и смотреть места в библии и у других святых отцов которые толкуют это место говорить на занятиях не могу из-за шума живу в маленькой квартире и шум у нас очень сильный из-за больного пятилетнего ребенка вопросы по занятиям у меня почти не возникают а мелкие легко решаются святыми отцами решаться слава богу что есть интернет ну так и молитесь за кто изобрел его Тимофей Тим Бернерс Ли чтобы спасен был большая проблема для меня все запоминать чем принимать ибо такая проблема у меня с детства на этом все что хотел сказать простите если много или не по делу слава Иисусу Христу отдельная благодарность Владимиру Пащенко за доставку книг на почту ну вот такое послал он Владимир Пащенко это от кого? о Евгении который Евтушенко появился новый ну и сразу прочитаю о мусульманах это говорит отец Андрей Ткачев на глазах побежденного противника насиловать его женщин это и есть счастье это будущее растерзанной Европы во мраке белый человек в старом свете будет и дальше уверен что он вправе жить и грешить как ему хочется а злые бедняки с Кораном в руках будут на манер наступающей на оазис пустыни занимать кусок за куском жизненную территорию отгрызать квартал за кварталом регион за регионом на каком-то этапе качественного слома они перестанут стыдиться и таиться объяснять свои действия и извиняться они просто начнут выгонять европейцев из их домов вооруженной рукой облагать их налогом положенным для неверных устраивать шариатские суды навязывать силой женщинам головные покровы и прочее они будут действовать поступательно и логично процесс выглядит совершенно необратимым с точки зрения западных европейцев мигранты из мусульманских стран мусульман это несчастные мусульман которые должны быть им европейцам по гроб жизни благодарны за позволение жить в таком старом и таком зализанном свете а вот с точки зрения самих мусульман мигрантов европейцы это в массе своей законченные безбожники непонятно почему пользующиеся неслыханными бытовыми благами нестыковка во взглядах очень серьезная эти мы вас жалеем а вы должны быть нам благодарны а эти по крайней мере многие мы вас презираем и уверены что такие как вы жить не должны отсюда там пары мачате бомба автомата и взбесившийся грузовик ассимиляции не будет нужно сказать честно почему благодаря намазам если бы русские то молились пятикратно в день там они бы были другими и все остальные христиане то ассимиляции не будет это ангел меркель сказал а мы думали они вот здесь ассимилируются там забудут оботрутся обмякнут и будут так как европейцы ничего подобного почему я говорю намаз только это сохраняет их они собираются и дальше беседуют и они отделены будет война которая уже идет будет то неизбежное химическое фырканье и отторжение какое происходит при встрече воды из кислоты при этом с одной стороны со стороны европейских аборигенов это будет война за размытые и безжизненные либеральные ценности безвкусные как яичный белок толерантность гендер призрак свободы а с другой конкретная война носители определенных религиозных идей за торжество своего мировоззрения бог разрешил бог запретил все и между прочим у этого современного явления есть очень яркая библейская аналогия евреи при иосифе вошли в египет в качестве большой пастушеской семьи спасающейся от голода похоже что сегодня делается за несколько столетий они разрослись до масштабов большого народа уже не пасущего стада но порабощенного и занятого в строительстве заметьте этнический состав строителей на московских объектах и отметьте еще одну черту подобия потом был исход из странствия в ходе которого евреи были уже и не пастухами и не строителями они были путешественниками и воинами вышедшие из египта они умирали то в наказание за ропа то по естественным причинам рождались новые люди вместо убывших им и предстояло войти в ханаан люди занявшие при Иисусе на вине обетованную землю были оторваны от культурного творчества и оседлой жизни они не строили не сеяли не собирали урожаи не занимались ремеслами только путешествовали и воевали несколько поколений людей вообще забывших что такое пахать или строить а между тем вселиться им предназначалась землю где были дома и дороги сады и виноградники бассейны и колодцы то есть получалось что запыленный пилигрим и вчерашний странник имел от бога повеление владеть землей на которой до этого веками жили пахарь и виноградарь кузнец и ткач врач и купец правда кое-что было у евреев из того что не было у хананеев у евреев был религиозный закон полученный на Синае было повеление бояться господа во все дни и стараться исполнять все что написано в книге закона а у хананеев был цветущий разврат сколь культурные изящные что столь же и гнусные у них была ритуальная проституция как женская так и мужская были жертвоприношения бесам касты жрецов жиропраздники отмечаемые посредством оргий у них было искатоложество и гадание и вызывание мертвых тенистые рощи были местом ритуального разврата в долинах могли сжигать младенцев было все то о чем господь в писании говорил евреям не поступайте по обычаю народов этой земли не повторяйте мерзости их ибо за эти мерзости я изгоняю их от лица вашего рисунков и надрезов на теле не делайте мертвых не взывайте ворожая среди себя не держите с мужчиной как женщина не ложись со скотиной не сокупляйтесь если же вы будете это делать научитесь недолжим то я и вас выгоню из земли текущей молоком и медом бойтесь господа а теперь входите и овладевайтесь землею живите в домах которых вы не строили ешьте плоды которых вы не насаждали вот эта картина священной истории в некоторых ярких чертах рискует повториться и уже повторяется в бывшем христианском старом свете какие бы ошибки заблуждений не сопутствовали вере мусульманских мигрантов далеко не все в их вере ложь ложь их видна только в сравнении с евангелием но в сравнении с либеральным катехизисом и нравственными установками современного запада видна как раз ложь последнего мусульмане же выглядят предпочтительнее мусульманин верит в будущую жизнь в ад и в рай это для него незримая до времени реальности европейцы сплошь и рядом смеется над подобной архаикой для мусульманина тело это то что воскреснет в последний день тело нельзя развращать при жизни и сжигать по смерти для европейца ровно наоборот разврат при жизни норма после смерти в огонь и без мысли о воскресении мусульмане не ценят выше всего собственную биологическую жизнь и тем более биологическую жизнь своего идеологического противника выше всего для него законы всевышнего так как их ему объяснили поэтому не умирать не убивать он не боится европей же иных ценностей кроме биологического существования не знает встреча лицом к лесу с культурой иначе смотрящей на смерть для европейца грозно и нестерпимо в этой встрече он проигрывает еще на пути ну а дальше больше дальше пошли половые темы и молодец и аборты и пляжи нудистов и женщины без стыда все то что вызывает у мигрантов ненависть и религиозный гнев да они приехали в чужую страну они новенькие но забудьте полно они уже приехали нельзя загорать без трусов на людях говорят они шумной толпой являясь на нудистский пляж с холодным оружием в руках и перед нами спор немного с глухим европейцы возмущенно поднимают брови как вы нас смеете учить ведь мы же вас приютили на что Юсуп или Али ничтожность у меня же соответствует вы делаете то что делать нельзя у вас нет ни веры ни стыда ни совести вы не просто пригласили нас в гости сначала вы разбомбили наши города погодите мы вас еще научим Бога чтить и как бы нам ни было жалко Курта или Фрица признать наличие некой правды в словах Юсупа или Али мы обязаны женщина ощупанная и облапанная на площади возле Кельнского собора это не только хулиганство женщина первый трофей завоевателя самый понятный знаковый трофей на глазах побежденного противника насиловать его женщин это и есть счастье говорил Шингисхан с тех пор мало что изменилось в психологии победителей и то что немкам лезут за пазуху в центре города и в присутствии мужчин следует прочесть как послание вы слабаки мы сделаем с вами все что захотим и мы имеем на это право вообще униженные женщины востока это женщины за которых тревожится множество мужчин отец дядя братья жених если есть потом сыновья за европейскую женщину не тревожится никто как оказалось даже полиция даже в Германии и женщины первыми как всегда чувствуют гибель своей цивилизации кожей чувствуют недалек тот день когда арабы и африканцы захотят жить не в лагерях отстойниках иммиграционных центрах а в квартирах нынешних захотят жить так как прежние хозяева но не рядом с ними а вместо них конечно для поддержания европейского комфорта нужны знания и труд нужны электрики врачи инженеры пилоты нужны сотни профессий и преемственность порядка и власти поэтому будущее растерзно Европой во мраке учиться и работать большинство мигрантов не захочет большинство захочет силой взять чужое растоптать миниатюрный рукотворный рай так как когда-то аттила растоптал и ограбил Рим что будет дальше их мало интересует они лишь топор в руке рубящего а топор задумываться не привык но это будет после а пока мигранты являются тем же бичевым божиим для Европы каким были варвары для вечного города даже по европейски развратившись ибо они развращаются в Европе пришельцы не станут толерантными они останутся религиозно мотивированными чужаками слава Иисусу Христу Татьяна проверяет они останутся религиозно мотивированными чужаками мистически ненавидящими белых безбожников разжиревших и расслабившихся в Европе возможно ожидаем правый крен всякие ультрасы фашистующая молодежь всякое бурление расизма зачинающиеся хотя бы на футбольных трибунах но само по себе это не спасет ситуацию это будет агония ситуация исправит только возвращение к исконной для Европы христианской религиозности победу нужно одержать в духе и вот это то единственное противоядие следует признать невозможным сил на христианский ренессанс у Европы нет вот он слова такие говорит христианская религиозность христа нету не религиозности зачем она нужна религиозность то вот она и победила погубила все одна обрядность христа не знают библию не знают а почему смещенник это не говорит да по всей вероятности сам этого не знает и не имеет а говорит то нормально белый человек в старом свете будет и дальше уверен что он вправе жить и грешить как ему хочется а злые бедняки с кораном в руках будут на манер наступающей на адрес пустыни занимать кусок за куском жизненную территорию отгрызать квартал за кварталом на этом то этапе качественного слома они перестанут стыдиться и таиться объяснять свои действия извиняться они просто начнут выгонять европейцев из их домов вооруженной рукой облагать их налогом положим для неверных устраивать шариатские суды навязывать силы женщину головной убор дальше все это касается и России а они будут действовать поступательно и логично и в силы заставят женщин носить головные уборы вот я здесь на сто процентов согласен все это касается и России нужно переосмыслить свою культурную зависимость от запада вот слова то какие культурная зависимость для вдыхаемых нами паров развращения плывущих со стороны заката нужен христианский респиратор и все все что родила христианская Европа нужно любить и осваивать а все рожденное в постхристианской Европе нужно держать на расстоянии изучать с осторожностью чаще всего по изучению отбрасывать перенимая вырожденческие культурные новшества мы сами как европейцы становимся уязвимыми православная Россия умело выстраивать добрососедские отношения с мусульманами внутри страны по соседству ее не просто боялись а уважали и было за что вот скажу мы ездили сколько 6 мусульманских республик по Европе Турции у меня самое хорошее отношение устанавливались с мусульманами а когда я уезжал ни одного доброго слова не было и когда мы молились они рядом были мы были уверены нас в обиду никто не даст камнем нас не бросят это я знал еще при советской власти 80-е годы были в Баку но время вечера на вокзале это где билеты продают билетной кассе глядим там в сторонке они расстелили одеяло женщины и стали молиться свой намаз мы тут же у нас одеяло с собой раскинули рядом с ними и стали молиться у нас 6 или 8 человек было мужчины молишься все таки глазами то видишь и гляжу проходят милиции у нас бы сразу тут какие-то меры приняли а здесь нет как будто он нас не видит вот и все пост христианская же Россия будет же так же слаба и уязвима как слаб любой эгоист и безбожник перед лицом религиозного мотивированного противника с высшей целью вот ну все хорошо говорит но не говорит что вы попы довели до этого состояния главное это надо сказать вот о чем он говорит говорит об этом отец Дмитрий Смирнов что тут будут жить мусульмане и что они ведут себя более прилично чем православные так вы же довели их до этого Осиповщина вот это ваше вечного мучения нет того нету все это все развратили профессор бритый в галстуке сидит ну посмотри на себя в зеркало то под 80 лет и пудрит мозги им там а они от его этой выкормыши попы то от Осипова над всем смеются над всем издеваются говорят свысока злобно разглашают клевету клеветники лжецы крохоборы мамонисты Мамона Вильзиулович главный это у них идол наши мусульмане не приезжие они коренные у них нет с нами крепкого языкового барьера и культурный барьер изрядно сглажен вот сколько наговорил культурный барьер а они не знают Христа вот что не хватает а Христе это слово не говорит и слово Библии не произносят ни патриарх никто и нам предстоит делать дома то что не получается и видно не получится уже у европейцев а мы вот поехали у нас получилось представьте себе мы библиотеку в Грозном приезжаем у них там говорит приехал я сейчас не знаю как стали министр кажется по культуре образование и они оттуда вышли когда сказали позвать и они с нами фотографируются и это все выставлено здесь у нас суть претензии проста где ваша святость где молитва и пост где уважение к старшему послушанию жены мужу так вы же это знаете зачем же допускайте до причастия чаще исповедуйся чаще причащайся вот ров куда вы всех столкнули чтобы руководить людьми играют причастием безумие просто ни одной эпитемии не накладывайте вы виновны то в этом в гибели то страны руководители слепые вожди слепых считайте 8 20 исая не говорят как слово божие нет там света галатам 1 8 9 анафема всем которые не по слову учат а учат то как чему учат то освещают знамена там танки и гонят туда за все придется хлебать потом кровью где милосердие не милостыня только а именно милосердие где знание собственной истории ну что собственной истории отступили погибли а в одном слове если мы следливо смолчим в ответ то они скажут гляньте на нас они покажут нам свои лучшие черты умолча похудших а мы еще глуши замолчим так вот молчать нам нельзя наш ответ должен быть жизненным и религиозным ну посмотрите вот у нас ролик стоит мы ночуем в доме у мулы я там беседую ролик но я то для вас главный враг в православии что он разве это не знает мои книги там на разбор и профессора сидят и разные эти центрские отделы и дворкина подключили и киево-пещерскую лабру это только на мои книги да вы первые на меня восстанете кто это пишет но по книгам уже 14 лет как книги вышли пятнадцатый год и ни слова нигде никто мне не прислал нету ничего нету вот ваш посы ваши молитвы наши посы наши молитвы вот наша взаимопомощь вот наша молодежь вот наши семьи все свое мы помним к чужому относимся с уважением раны прошлого мы залечиваем и результаты уже видны если такой ответ будет основателем и подкрепленным фактами с которыми не поспоришь то будет и мир и взаимное уважение нельзя не уважать людей которые берегут семью помогают друг другу поклоняются боги в духе истины уважают соседа и едят заработанный а не краденый хлеб зато можно вполне гнушаться теми у кого ничего этого нет так вы же их причищаете исповедуете вот показали самые отрицательные черты русского человека но вы довели до этого и царя погубили вы видели что он курит он воюет один только григорий пимович распутин останавливал это безумие не надо папа делать мобилизацию к николаю второму обращался зато можно вполне гнушаться теми у кого ничего этого нет и тогда земля под ногами бывших хозяев незаметно перестанет быть им землей еще в порядке все документы и завещание но уже что-то сдвинулось с основания и начало сползать в пропасть это собственно и происходит в Европе без особых шансов на исправление ситуации это собственно и нельзя допустить в России на что у нас пока еще есть и ресурс и время протоиерей Андрей Ткачев я его боюсь этого священника прямо говорю боюсь он сорвется он неудержимый он неукротимый ни в словах ни в чем как просто сыпеть из мешка прорезанного первый раз я его послушал только и сказал опасный говорит много знает но что-то там темное-темное за ним тянется и он боится чтобы кто еще не сказал он бросится вот я не знаю не встречался с ним молюсь за него каждый день благодарю Бога что он вот это написал но он опасен опасен не воздержанием своим и ну за свое утробное существование когда его коснется кажется он ни перед чем не остановится вот такое мое мнение я больше ну другие священники знаю они так слабы это очень сильный мстительный враг для меня будет при том до самой гробовой доски примириться с ним невозможно я говорю про автора этой статьи а почему так прости Господи я сказал открыто я молюсь о нем я молюсь это мое чувство я ничего это не доказываю но посмотрю когда у него в храме он говорит как говорится как петушок на насесте про кукарек а там хоть век не святай а в храм туда сюда люди ходят он никого не видит уже торговля идет он этого не видит ну почему не писать послание или как то там президенту то 120 миллионов абортов за перестройку почему не поставить людей на ноги с крестными ходами идти поднятия президента он же ходит свечки зажигает а после этого минору идет зажигает это лицемерие то можно было прекратить то ну ну где он выступил против своего архиерея против сказал с чем собирать Андрей Кураев выступил а он молчит вот и ответ мой ну на этом все сегодня